И сегодня у нас как раз тема называется «Память». Память – очень интересная тема. Она находится среди качеств человека. То есть «Тысячу лет назад» – это книга, которую мы изучаем. Она написана «Тысячу лет назад». И очевидно, знаете как, вот сейчас ученые говорят, что есть, например, у человека разные свойства интеллекта. Я помню в одном из работ по психологии я видел, что там деление, по-моему, на 8 типов интеллекта. Есть IQ, да, это, как расшифровывается, IQ. Ну, это интеллект, да, вот мы привыкли, что в мире IQ – это сила интеллекта. Но есть потом выяснили эмоциональный интеллект. Это умение управлять, разбираться со своими эмоциями. Потом выяснилось, что есть, например, у человека коммуникационный интеллект. Это умение коммуницировать. Вот у кого-то он есть, а у кого-то он отключен. Потом выяснилось, что есть такое понятие музыкальный интеллект. Да, есть люди, у которых, у них, в их интеллекте, в их программном обеспечении, которым они взаимодействуют с миром, у них есть особая такая развитая связь с музыкой, со звуками. Вот я, например, для меня, я все песни пою на одну мелодию. Мне что, ну, любая музыка, она как бы, как, знаете, есть анекдот, когда, ну, братва в 90-е, они на Новый год в ресторане праздновали и попросили, чтобы музыкантов заказали. А им говорят, ну, никого нет уже, только джазовый коллектив. И говорят, ну, давайте джазовый. Ну, приезжает джазовый коллектив, начинают играть джаз, а этот и сидит, братва, послушали. Один подходит и говорит, ребят, что не получается. Ну, типа, вообще играть не получается. Так вот, есть люди, у кого развит музыкальный интеллект, а есть у кого он не развит. И память, это тоже один из видов интеллекта. То есть память, это особое свойство, особая программа. Я когда-то лично на себе убедился, когда я только начал, я сел в Ешиву, мне было тогда, когда я начал учиться в Ешиве в 2000 году, 27 лет. И, ну, достаточно, я, в принципе, не учился до этого хорошо. Я закончил спортинтернат, и у меня не было навыка учиться. И вот я сел в Ешиву, и прямо с утра до ночи, значит, учить Тору, Закона, Аллаха. И у меня прям голова вспухала, ну, не вспухала голова, но мне было тяжело. И мне один из ребят, с этим я учился, мэр Зарея его звали, он говорит, смотри, есть такая система Тони Бьюзен. Это как, книга называется, супермышление, суперпамять. Вот он мне объяснил, показал. Майндмэпс, значит, надо рисовать майндмэпс. Я начал рисовать, и мне стало более понятно все, что я учил. Там целой книги я делал, карты книг. Потом я научился запоминать списки. Я мог запомнить 100 слов. Я дошел до того, что я мог список из 100 слов. Я тренировался, запоминал список из 100 слов. И, значит, сейчас тоже все самое можно пройти на курсах Бессонова. Алексей Бессонова, это, значит, мы продюсируем его курсы. И, ну, это моя такая компания, которая занимается образованием. Вот. И, значит, память, это абсолютно тренируемая программа свойства ума. То есть, когда человек говорит, я плохо запоминаю, это значит, что он не умеет запоминать. И мне было очень интересно, как... Что пишут тысячи лет назад в книге, которая классика Торы. Это классика еврейских книг. То есть, в любой синагоге, в любой Ешиве, в Мира, там, где есть книги по Торе, эта книга есть. Орхот Садик, и она называется. Это такая, ну, прям, одна из классических книг. И вот тысячу лет назад мы читаем сейчас «Врата памяти». Значит, что такое «Врата памяти»? И хочу еще раз сказать, что спасибо Всевышнему. Мы же, помните, мы все уроки делали, чтобы заслугу нашего света Торы вернулись швуим пленные. И один из пленных, это так было интересно, то есть четверых спасли. И мне пишет один парень, говорит, я с 2016 года у вас учусь на уроках, ну, на обычных, там, YouTube-каналах и так далее. Даже он год назад хотел ехать на мой тренинг в Вену, тренинг тренеров. И он пишет, вот, я хочу очень с вами проконсультироваться, если можно. Я Андрей Козлов, которого, ну, который 8 месяцев просидел в Хамасе, в плену у Хамаса, всех его друзей убили. Он рассказывал, это ужас, как он, именно в самом начале, да, когда их со всех сторон окружили, расстреливали, закидывали гранатами молодежь, которые пришли на фестиваль музыкальный. И как он говорит, я, у меня правило, он говорит, не останавливаться, действовать. Я, говорит, убегаем, то все, я бегу, никто за мной не побежал. Ну, говорит, вот я побежал и спасу. То есть нельзя останавливаться, нельзя сидеть, надо действовать. И там, он говорит, я в плену тоже, я каждый день, я верил. Ну, если посмотрите мое видео, он там сказал три принципа, которые ему помогли спастись, но он очень сильно верил, что он спас, спасется. То есть он реально в это верил, у него были позитивные мысли. И вот на вере, конечно, Всевышний его спас. Плюс, конечно, наша с вами молитва, уроки Тора, они дают огромную силу. И, значит, слава Богу. И чтобы остальные, давайте продолжать, чтобы остальные все заложники вернулись по домам, и войны закончились. Вот прямо сейчас война должна закончиться, все войны закончились, всех заложников отпустили, оружие сложили, и, значит, дальше сидят переговоры, разбираются, уговаривают друг друга, там, пускай голосуют, весь мир голосует. То есть, ну, как бы, можно решать вопросы без того, чтобы убивать людей, потому что все равно вопросы решатся, но людей-то никто не вернет. Хорошо. Теперь, значит, наша с вами учеба, она возвращает мир в мире, это надо помнить. Память с хера, наяврите, да, лискор, это запоминать. Это свойство, пишет автор книги, без которого мир не может существовать. Потому что все дела в мире, все торговые дела зависят от памяти. Никто не давал бы кредита другому, не одалживал, если бы не помнили. И во всех делах подобных торговли, без памяти забывали бы, что сказали, не могли бы покупать, продавать, и заключать какие-то сделки. Он говорит, ну, понятно, что если бы не было памяти, представляете, каждое утро ты смотришь на компьютер, а что это? Смотришь там на себя, а кто это? Потом, ну, то есть, вообще, это было бы нереально. Даже сказать, кто это, это нужно помнить, что ты, что такое, кто это, и что это. И, то есть, без памяти невозможно. Память это свойство ума, которое обеспечивает существование вообще мира. То есть, если бы мы не помнили, что было вчера, и не помнили бы, кто мы, не помнили бы информацию, то мир не мог бы существовать. Дальше он пишет, поэтому пусть человек пользуется этим качеством во всех своих делах, так как память ограда истины. Память ограда истины, ограда правды. Чтобы помнить все обеты, которые обещал исполнить. Да, это очень важно. И, если ты с кем-то договорился, по Торе написано, что, что выполняя слово, которое вышло из твоего рта, особенно, если это со Всевышним ты договорился, это называется обет. Но даже между людьми нужно выполнять то, что ты пообещал. Вот тут это очень такая, очень сложная тема, да, потому что люди очень сильно обижаются. человек, который занят, написано, да, тот, у кого много дел, и голова его занята ими, должен очень остерегаться. Вот люди заняты, должны очень остерегаться, одалживать у кого-то деньги и вещи. Или кому-то одалживать деньги и вещи. Потому что, если человек занят, у него много в голове разных мыслей, разных дел, забот и так далее, то он обязательно забудет. Он все забудет и не вспомнит. Прямо здесь написано, да? Теперь, если кто-то вам оказал добро или сделал одолжение, нужно помнить, чтобы иметь возможность ответить тем же. Потому что неблагодарность, она, сказал царь Самон, притча царя Самона, что тот, кто отвечает злом на добро, то есть ему сделали добро, он забыл. Или он не хотел помнить об этом добре. Не уйдет зло из его дома. Так говорил царь Самон. Поэтому, если вам сделали добро, записывайте. Нужно, во-первых, сразу иметь привычку сразу сильно-сильно благодарить человека, чтобы вернуть, закрыть вот этот вот, если кто-то делает доброе дело, то он хочет его сделать. Но то, что он хочет его сделать, это не отменяет то, что он хочет получить за него тоже и благодарность. Если кто-то вам что-то сделал, а вы не поблагодарили, то он это воспринимает как будто бы у него украли, нарушается баланс. Поэтому, вот это очень важная привычка за все очень сильно благодарить. И тогда в моменте вы сразу же как бы возвращаете человеку то, что он для вас сделал, и он доволен будет дальше делать для вас добро. И нет такого, что вот очень часто если семьи, там, дети, что типа, ну если это уже семья, так зачем благодарить? Еще больше надо благодарить. Потому что то, что человек для вас ежедневно что-то делает, то его нужно за это благодарить каждый день. Это не то, что там, но он сделал три раза. Я его поблагодарил, а потом не буду. Нет, это очень важно, потому что, вот, ну там, например, женщины занимаются домашними хозяйствами, муж не благодари, да, жену. Она через какое-то время накапливается дефицит, она чувствует, что, ну как бы, ее обесценено, ее старание, да, и она там обижается, начинает его пилить. А он в этот момент думает, что, ну, я как раб работаю, я как раб работаю, значит, деньги приношу в дом там, а мне никто за это спасибо не говорит. Тоже, и жена должна мужа благодарить, муж жену благодарить, родители детей, дети родителей. То есть, это очень создает баланс такой в отношениях. Если кто-то нибудь оказал вам добро и одолжение, нужно помнить, чтобы иметь возможность ответить тем же. Помни о бедняках, о тех людях, которые нуждаются вокруг тебя, и если ты будешь об этом помнить, ты им поможешь. Будь осторожен в свидетельствах в суде, потому что есть, значит, есть в суде, есть отдельная заповедь на десяти заповедях, на скрижалях, что, значит, нельзя быть лжесвидетелем в суде. Поэтому здесь нужно быть особо осторожным, пишет он, не добавлять, не прибавлять, а именно говорить, именно говорить то, что ты конкретно видел, ничего не добавляя, не прибавляя. Я помню, когда-то Рав Искак Зильберг зацали, он часто есть, когда сборник законов, и написано, надо делать вот так, например, да, это будет идеальный вариант. Если сделал вот так, выполнил заповедь, это тоже считается выполнил. Вот так уже не выполнил. А отдельно идет, отдельным таким, как бы, сносочкой идет аншемасы, люди действия, да, люди действия, люди, ну вот, есть человек, которому действительно важно, реально сильно важно выполнять заповеди Всевышнего. Они назвались люди дела, люди аншемасы, да, так они обозначены под сносочкой, они делали так-то и так-то, да, то есть они вообще как-то выполняли по-особенному эти заповеди. И я когда спросил у Рав Искак Зильберг, а что такое люди, люди действия, да, как вот определить аншемасы, он говорит, ну, я вот помню еще, там, были такие люди, которых называли аншемасы, люди действия, они ни в чем не искажали, то есть они настолько были люди истинные, да, настолько они были вот прямо осторожные, чтобы нигде ничего не исказить, не навредить, не это. И он привел такой пример, чтобы наглядный, вот заходит человек с дождя, например, да, с улицы, его спрашивают, что, а он мокрый весь, что, дождь на улице? А он говорит, вы знаете, говорит, я же сейчас не на улице, а когда я был на улице, был дождь, а сейчас есть, нету, я не знаю. То есть, он настолько был вот точен в каждом своем слове, что даже он не мог сказать, да, на улице, он же не видит, он не знает. Написано в Торе, что берегись, чтобы ты не забыл Всевышнего, нарушая заповеди его, и законы его, и уставы его. То есть, нужно помнить о Всевышнем, и это великая вещь, помнить Всевышнего во всех своих делах. И так сказал Давид. Царь Давид, он говорил, в псалмах, это одна из основ веры, это одна из основ веры, одна из основ шелханаруха, прям начинается, он с этого, сборник закона. Шевите, а шевлей, нагде томит. Представляю Всевышнего перед собой всегда. Всевышний, еще раз повторю, это не образ, это, это идея, как, что есть Творец, Создатель Мироздания, и я все время нахожусь с ним в контакте. И когда ты об этом помнишь, что есть Творец, который тебя сотворил, и все равно, все, что ты делаешь, это ты делаешь на его силе. То есть, от него нельзя скрыться, не потому, что он тебя видит, а потому, что все, что ты делаешь, это делается на его силе, на силе Творца, на силе Бога. То есть, та сила внутри, которая дает возможность двигать рукой, дышать, говорить, которая дает возможность каждому атому и каждой молекуле существовать, это Творец. И вот, когда эта сила, сила Творца, сила Творения, она через тебя, по твоему намерению действует, то ты в этот момент создаешь, или ты создаешь, если ты действуешь по выраженной воле Творца, которая выражена в Торе, в Заповедях, когда ты действуешь по воле Творца, то ты в этот момент соединяешься с Творцом и создаешь позитивную энергию для себя, грубо говоря, нашими словами. А когда ты делаешь действие, которое идет против воли Творца, то ты создаешь ту энергию, которая потом сама же тебя и уничтожит. Понятно, да? И все. Поэтому, значит, представляю все время, что ты перед Богом, что ты в контакте со Всевышним, и тогда твои дела будут все достойные. Память это высшее достоинство и она сосуд, содержащий все заповеди и всю Тору. Если ты не помнишь о том, что такое хорошо, что такое плохо, если ты не помнишь 10 заповедей, если ты не помнишь, что нельзя там воровать, убивать и так далее, забыл. Вот взял, забыл. Знаете, а что ты вообще сделал там какое-то преступление? Забыл, что нельзя. Ну, действительно, человек в этот момент, он забывает. Это не шутка, это факт. Он забыл, что нельзя. Он подумал, что можно. Он забыл, что есть Бог. Он забыл, что все возвращается. Он забыл, да? Дальше говорит автор этой книги следующую вещь. Поскольку все зависит от памяти, мне следует написать о 30 вещах, о которых ежедневно стоит вспоминать дважды. Вложи эти вещи, эти идеи в глубину сердца своего и в мысли свои. Не только словами вспоминай о них, но напиши их на досте сердца своего. Как говорил царь Соломон, что «катвем альлуахлибехан» «напиши слова Торы на скрижалях своего сердца». Вот эти вот скрижали, которые были, на которых были 10 заповедей, это метафора на внутренний мир человека, на его подсознание. И когда слова выбиты на камне, то они становятся частью камня. Когда слова написаны чернилами, то их можно стереть. А слова, которые выбиты на камне, то их стереть нельзя, они часть камня. Так вот, слова Торы, они должны быть как на скрижалях твоего сердца, то есть выбиты на камне. И «кашрем альгар-гаратеха» «завяжи их на горло свое», говорил царь Саламон, то есть их нужно произносить слух, потому что когда ты произносишь слух, это мир действия, это ты переводишь уже мысль в мир действия. А дальше, в другом месте, он сказал в притчах, он сказал «кашрем аль-этзбаатеха», то есть «завяжи слова Торы на пальцы свои». А что значит «на пальцы свои»? «Делай то, что Тора тебе говорит делать». Теперь, говорит автор этой книги, я вам сейчас скажу 30 вещей, которые нужно помнить и говорить, произносить их два раза в день и которые тебе нужно ежедневно вспоминать дважды, вложив в глубину сердца своего и в мысли своей. Не только словами вспоминай о них, но напиши их на доске сердца твоего, и тогда твое служение будет принято Всевышним, и ты будешь приятен ему». Значит, все. Сегодня из 30 мы прочитаем и поймем 5. Потом я вам советую эти слова действительно и записать, и повторять. И это очень практичный совет здесь, да? И сегодня мы 5 пройдем. Значит, первое, что нужно помнить. Помни, что Создатель произвел тебя на свет из ничего. То есть, представьте, какая глубокая мысль. Не было, никого не было, ни Александра Делидиоза не было, ни Валентина, Александра Делидиоза это женщина, ни Александра не было, ни Вадика не было, Иванова, ни Влада Савченко, и Цхага Пентусевича тоже не было, и Милы Лурия не было. Никого не было. Никого не было вообще. И помни, что Создатель произвел тебя на свет из ничего. Вообще не было тебя. Помни, какая глубина мысли? Вот не было, ни Эстер и Сраэль не было, вообще никого не было Из тех, кто сейчас меня слушает, из тех, кто есть в мире. То есть, была, даже не была, сперматозоида не было когда-то, да? Потом появился сперматозоид, вошел в яйцеклетку, яйцеклетка развилась в 9 месяцев маленького ребеночка. Маленький ребеночек вышел из живота, его научили разговаривать, и потом появилась уже личность, которая себя называет каким-то именем и рассуждает о чем-то. Но, говорит автор этой книги, помни, что Создатель произвел тебя на свет из ничего. И помни добро, которое Он, Бог, оказал тебе с тех пор, как ты существуешь до сегодняшнего дня. И как Он, Бог, возвеличил и поднял тебя над всеми созданиями. То есть, почему-то там не собака тебе говорит, что тебе делать, а ты собаки. Почему-то они корова тебя кушают, а ты корову, да? Он пишет, ну, значит, Бог тебя над всеми этими созданиями поднял. И все, что Он сделал для тебя, не потому, что был обязан, ничему Бог тебе не обязан, никому Бог тебе ничего не обязан, никому, ни Ольде Лебедевой, ни Роману Иванишину, никому Бог не обязан, ни Анатолию Руту этому, значит, ничего Бог не обязан. Он ему в подарок это сделал. А по своей безвозмездно, по своей великой милости безвозмездно Хинам сделал все это и по своей великой милости оказал тебе все это. И ты обязан помнить это и благодарить Бога Живого, Творца всего, и нет никого, кроме Него. Нет никого, кроме Бога, Творца, Мироздания, Который все сотворил, всем управляет. И все творение это и есть Он, потому что Он создал его из ничего. И Он это все творение поддерживает каждую секунду своей волей, своей энергией, своим желанием, дает существование всему Мирозданию, включая каждого из нас. Если об этом помнить, что есть Творец, Который создал меня из ничего и Который мне дает существование от моего появления в этом Мироздании до сегодняшнего дня. Если об этом помню и испытываю благодарность, то это первое, о чем нужно помнить. Понятно, да? Очень хорошее первое. Второе, о чем нужно помнить. Запомнили? Первое, это создание из ничего из нуля, создание. То есть я появился, и я это помню, и я за это благодарен Творцу, Который меня создал и дает мне существование. То есть я существую, потому что Он во мне дает мне существование. Он меня сотворил, и Он мне дает существование. Первое, о чем нужно помнить, и минимум два раза в день нужно это проговаривать, вспоминая это устами, и чтобы это было прям выбито на скрижалях сердца. Следует человеку помнить оказанную ему милость, хэсет, это опять же беспричинная милость, милосердие, которое без причины. Следует человеку помнить оказанную ему милость Всевышнего за имеющиеся у него органы тела и части тела. Ведь если человек болен, приходит врач и лечит, то как человек, он врачу этому прямо слушается, как он ему благодарен, тем более надлежит так чувствовать и так поступать перед Всевышним, который сделал человека совершенным во всех его частях тела и органах. Очень хорошая метафора. Если человек идет к врачу, врач говорит, вы знаете, у вас там что-то поломалось в теле, там не работает у вас что-то. Человек в ужасе, доктор, но вы меня спасете? Да-да, я вам дам таблеточку, да, я вам, доктор, пожалуйста, пожалуйста, вот. А еще если операцию? Доктор, ну вы там постарайтесь, вы же не, ну как-то, лучшее сделайте. Все, сделал доктор, вылечился. Человек говорит, доктор, спасибо, вы мне жизнь спасли, вы мне руку вернули, вы мне там сиськи сделали, там некоторые, кто делает пластические операции. Спасибо. А Всевышнему сказать спасибо, что он вообще тебе все дал, что у тебя все работает. Пока все работает, так ты как будто бы некого благодарить. Вторая вещь, нужно благодарить за то, что у тебя есть работающие органы, каждый день вспоминать об этом и благодарить Творца. Первое, благодарить за то, что создал меня из ничего. Второе, что дал мне тело, которое работает. Каждую секунду, за каждый орган нужно быть благодарным, но как минимум два раза в день об этом вспоминать. Все, мы уже два запомнили. Третье сегодня, да, давайте третье мы сегодня запомним. И на этом пока остановимся Нет, четыре Давайте четыре, чтобы пройти, потому что оно очень важно Третье Пусть помнит человек милости Вышнего, который дал ему разум и понимание Ведь если бы он был сумасшедшим, который рвет на себя одежду Как была бы испорчена вся его жизнь? А он сам считался бы ничем А если бы врач вылечил его сумасшествие Как стал бы он хвалить врача? И тем более должен человек восхвалять Творца всего Который исцеляет безвозмездно и дал разум Значит, представьте Первое, за то, что сотворил меня и поддерживает мое существование Из ничего Второе, за то, что дал мне тело Потому что тело это как храм души Не было бы тела, не было бы меня Третье, за то, что дал мне разум Помнить об этом и благодарить Всевышнего Что есть вот этот вот уникальный инструмент Который и запоминает, и планирует, и вспоминает И, значит, находит выход из любой ситуации Работающий ум Он человеку, ну, дает невероятные возможности Если ум ломается Человек бежит к врачу Почините мне ум, не могу спать Вот хочу заснуть А ум, он, ну, как бы уходит куда-то Не дает мне спать И я не хозяин своего ума Врач ему говорит Ничего, я тебе помогу Я тебе дам таблеточку Будешь спать А то, что ты до этого спал То, что ты до этого спал Почему ты не благодарил Всевышнего Что вот сейчас у тебя все работает И спасибо Третья вещь, нужно благодарить за то, что все работает И четвертое Я вот прям сегодня хотел до четвертого дойти Пусть помнит благо, оказанное ему Всевышним Что даровал ему свое святое учение Чтобы указать прямые пути достижения высотих степеней Служения Всевышнему И этим обретет он благоволение От Господа, от Творца От своего хозяина Потому что Всевышний хозяин мироздания Хозяин всех нас И этим он достигнет света жизни И насладится сиянием Всевышнего А четвертое Разум-то дан всем практически Вопрос, чем ты его наполняешь И вот, если вам повезло уже И нам повезло Мне самое большое везение в жизни Самое большое счастье в жизни Что я в возрасте 26 лет Узнал, что есть Стора И начал через Стору познавать Всевышнего И это самое большое счастье в моей жизни И четвертое За что стоит благодарить Всевышнего Каждый день За то, что вас познакомил со Всевышним И Сторой Потому что, если бы вы не знали Что есть Всевышний Вам бы нечего было бы делать Только смотреть Ютубчик И какие-то ролики Листать И бегать все время Заработаю 100 рублей Буду счастлив Заработал 100 Ну, 200, когда заработаю Точно буду счастлив А 200 заработал Ну, 400 уже точно А 400 А 800 А 900 А потом И так человек всю жизнь бегает Бегает, бегает Никак он не может догнать Ту морковку, за которой гоняется Загоняет себя в проблемы Хотел как лучше А тут полная Санта-Барбара Здоровья нету Ночами не спит Денег не хватает Ну, короче Большинство людей в мире Живут очень-очень плохо Неправильно, несчастно Именно несчастные люди делают войны Несчастные люди Втягивают других в эти войны Потому что им самим плохо И они втягивают тех людей Которым было более-менее До войны нормально Они их втягивают в эти войны Это просто кошмар и ужас Вообще Как это вообще происходит Почему Несколько тупых людей Которым плохо Втягивают Миллиарды людей В войну Которая сейчас всем плохо А если еще нажмут Не дай бог Эти Правители Нажмут эти кнопки Атомные бомбы Да Так погибнут все Вы можете себе представить Какая война вообще Надо остановить это все немедленно Потому что Они уже все расчехлили Ядерные ракеты Вы можете себе представить Это не шутка Расчехлины Ядерные ракеты Одна ядерная бомба Уничтожает там Миллионы людей Ну как это вообще Куда дошло А люди все Которые живут И никому не было так плохо В Украине Я жил в Украине До 2014 года До 2014 года Да Когда начался Это Майдан Войны вот эти все Там захватили Крым Донбасс Тут это самое До этого Шесть самолетов В день летало В Москву Сорок минут лететь Тринадцатый год Двенадцатый год Десятый год С девяносто восьмого С девяносто второго года До 2014 года Как-то не было проблем никаких И жили все люди Все было хорошо Не воевали Никаких не было проблем Почему вдруг оно началось Все вот С 2014 года Мне вообще непонятно Вдруг появились проблемы Какие проблемы появились То есть непонятно мне Вот поэтому Как люди могут жить в мире И все зависит от того Кто у власти Вот сейчас У власти те люди Которые раскачивают Лодку На которой мы все плывем И это надо конечно остановить Ну Надо остановить И не надо Вот в любом случае Не надо раздувать Вот этот вот огонь ненависти Хорошо дорогие друзья Все Значит С Божьей помощью Чтобы мы помнили Эти четыре вещи Пожалуйста Их запишите Повторите Спасибо Творцу За то что создал меня Спасибо Творцу Что у меня есть тело В котором я нахожусь Спасибо Творцу За то что у меня есть разум Которым я могу Запоминать Думать Размышлять Учиться И спасибо Творцу За то что дал мне знания О Творце И знания тех путей Которые меня приведут И к счастью И к вечной жизни Вот пока Четыре вещи мы выучили Всего тридцать нам Он сообщит вещей Которые надо Постоянно помнить Вспоминать И будет все великолепно До встречи Теперь Завтра С Божьей помощью Урок будет Я сегодня Лечу на Типр С Божьей помощью В субботу В субботу Я буду выступать Я еще не договорился Но я думаю Что урок будет В шесть вечера В синагоге В Лимассоле Кто живет в Лимассоле Значит Велкам Но я еще с Равином не разговаривал Но я думаю Что он разрешит Что Будет все хорошо Вот я сейчас Собираюсь после урока Ему звонить Значит И в воскресенье С Божьей помощью Будут уроки То есть В этот раз Я так организовал поездку Чтобы Летать Вечером И значит Утром У нас будут уроки Ничего не прерывается Все Всем удачи Успехов Всем добрым Хорошим людям Добра Благополучия Мира Шалом внутри Шалом в семье Шалом в мире А все злодеи Чтобы как можно быстрее Или стали добрыми Хорошими людьми И перестали Маньячить И убивать Или пусть все злодеи Поубивают друг друга И тогда Война закончится Все Всем удачи Пока Субтитры сделал DimaTorzok